Всем привет! Сегодня поговорим на тему носогубных складок. Научимся определять тип носогубных складок, от чего они появляются, и изучим приемы для уменьшения носогубных складок для каждого типа. Носогубные складки начинаются у крыльев носа и заканчиваются в уголках рта и ниже. Степень их проявления зависит от типа старения, от типа кожи и возраста. Тип носогубных складок также зависит от психоэмоционального состояния и от привычек, которые меняют мимику в течение дня. Устранение носогубных складок – одно из частых пожеланий пациентов. Но если понимать природу возникновения носогубных складок, то можно вполне самостоятельно с ними справиться и предупредить их появление. Первое, что нужно сделать, это определить, к какому типу старения относится ваше лицо. Как определить свой тип старения, я рассказывала в одном из видео. Ссылка на него сейчас появится здесь. У мелкоморщинистого и усталого типов старения носогубная складка выглядит как плоский залом на коже. Чаще всего образуется на сухой и обезвоженной коже. И здесь важен уход, увлажнение и питание кожи, водный питьевой режим и полноценное питание. Как мы можем работать с таким типом носогубного залома? С помощью интраорального массажа, щипкового массажа и вакуумного. Покажу некоторые приемы. При интраоральном массаже большой палец заводим в рот, сверху фиксируем указательным. И мягко с внутренней стороны размягчаем мышечный шов. Делаем с одной и с другой стороны. При щипковом массаже мы мелкими щипками прорабатываем нашу носогубную складку по всей длине. Благодаря щипковому массажу улучшается кровообращение и питание тканей. И за счет этого разглаживается носогубный залом на коже. Для вакуумного массажа, чтобы проработать носогубный залом, нам понадобится маленькая баночка. Работаем по крему или маслу. Средства должно быть достаточно для хорошего скольжения. Приклеиваем нашу баночку и мелкими пунктирными движениями прорабатываем наш носогубный залом по всей длине. У мускульного и комбинированного типов старения встречается другой тип носогубной складки. Носогубная складка напоминает небольшой валик, а носогубная борозда чаще всего тянется вниз. Такие лица, как правило, с тонкой или умеренной под кожей жировой клетчаткой. А мышцы средней части лица находятся часто в напряжении. И здесь очень важно работать с мышцами на расслабление. Здесь можно подключать интероральный массаж и работать не только с мышечным швом, но и со всей средней частью лица. Это скуловые мышцы, щечную мышцу и обязательно место крепления крыльев носа. Полная версия этого массажа есть у нас на канале. Ссылку на него я обязательно оставлю. И еще один очень важный прием для устранения носогубного залома такого типа – это расслабление средней части лица. Мы укладываем основание ладоней на виски, подтягивая ткани вверх и делаем рот в овал. Чувствуем, как вытягиваются мышцы средней части лица. И еще один тип носогубного залома присущ деформационному типу старения. И здесь нужно потрудиться, так как очень важную роль в образовании носогубного залома играет наша осанка, статика шеи и мимические привычки. У лиц с деформационным типом старения чаще всего плотная или умеренная подкожно-жировая клетчатка. При неправильной статике шеи, при сутулости ткани лица смещаются вниз. А если нарушен лимфоток, то ткани лица еще больше утяжеляются за счет отека, усугубляя носогубный залом. Кроме этого, большая группа мышц способствует образованию носогубного залома. Укорочение латеральной мышцы носа образует носогубный залом в самом начале. А напряжение скуловых мышц усиливает середину носогубного залома. Это на самом деле не так страшно, так как в этом случае носогубный залом образуется от положительных эмоций, от улыбки и смеха. Скуловые мышцы гораздо легче расслабить, чем вернуть ослабленным нормальный тонус. А ослабляются скуловые мышцы тогда, когда подключаются мышцы антагонисты. Это круговая мышца рта и мышца, опускающая угол рта. Если вы часто испытываете такую эмоцию, как брезгливость, имеете привычки недовольно поджимать губы и возмущенно их вытягивать, то скуловые мышцы в этом случае не работают и ослабевают. Щеки становятся плоскими, а напряженные и укороченные мышцы антагонисты тянут ткани нашего лица вниз, еще больше усугубляя носогубный залом. Также немаловажную роль играет мышца платизма. При напряжении и укорочении она тянет ткани нашего лица вниз. Как мы работаем с носогубным заломом при деформационном типе старения, когда мышцы скуловые в напряжении? Здесь необходимо работать с осанкой на раскрытие грудного отдела, улучшать статику шеи. Все эти приемы, как вы уже заметили, я очень часто показываю в своих видео. Необходимо работать с передней поверхностью шеи на растяжение мышцы платизмы. Этой мышце мы посвятили целое видео с полным комплексом приемов. Также необходимо устранить застой лимфы. Сделаем мягкое прожимание лица по направлению лимфотока. Расслабим латеральную мышцу носа. Расслабим скуловые мышцы. Это может быть прием перетирания складки, как я показывала вам в одном из видео. И прием на вытяжение мышц в средней части лица. Когда мы основание ладони укладываем на виски, подтягиваем ткани вверх и делаем рот в овал. Чувствуем, как вытягиваются мышцы. Здесь мы также можем применить интраоральный массаж, мягко проработав всю среднюю часть лица. И применить тейпирование, которое мы подробно изучаем на моих курсах. При слабых скуловых мышцах с носогубным заломом мы работаем следующим образом. Это работа с осанкой и шеей, работа с плотизмой. Устраняем застой лимфы. Расслабляем латеральную мышцу носа. Расслабляем мышцы антагониста. Это круговая мышца губ. Ее мы можем лепить. И обязательно работа с мышцами депрессоров. И только после этого мы тонизируем наши сколовые мышцы. Прием на тонизацию скуловых мышц. Заворачиваем губы за зубы. Фиксируем место заломов. И улыбаемся в скулы, поднимая уголки губ вверх. Затем сделаем прием на расслабление скуловых мышц. Основание ладони укладываем на виски. Подтягивая ткани вверх. Делаем рот в овал. Также подключаем интраоральный массаж для размягчения мышечного шва. Все приемы и упражнения, о которых я сказала в этом видео, есть на моем канале в плейлисте под названием «Настольная книга красоты и молодости от Адая», где я подробно разбираю каждую проблему и показываю комплекс упражнений. И в конце этого видео я хочу рассказать еще о двух важных причинах образования носогубного залома. Это неправильный прикус и возрастное западение лица. Сейчас существует множество приемов на снятие костного напряжения, работа со швами черепа, возвращение правильных пропорций лица. И все эти приемы мы подробно изучаем на углубленном курсе по естественному омоложению. Следите за моими видео, я обязательно сообщу о старте нашего курса. Если вам было полезно это видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рекомендуйте друзьям. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео.